Против строительства Алибаирского лицея, школы и элитного коттеджного посёлка выступают сотни жителей сёл Байдарской долины. Люди собрали более одной тысячи подписей и направили коллективное обращение в законодательное собрание Севастополя. Подписались практически всё наше СНТ, наши семьи, конечно. Потом мы выкладывали списки в магазинах. Но, к сожалению, похоже, что владельцы магазинов нас не поддержали, не запретили собирать в магазинах подписи против лицея. То есть там есть какая-то заинтересованность между чиновниками, между местными предпринимателями. Поэтому мы вот как можем, так и боремся. Жители живописной долины выступают против застройки территории государственного природного заказника регионального значения «Байдарский», который относится к особо охраняемым. Здесь запрещено возведение объектов, не связанных с его охраной. Люди переживают, что дома, возведённые для родителей учеников Алибаирского лицея, раскупят. А рядом с ними появятся новые здания. И тогда Байдарская долина утонет в жилой застройке. Она послушала уничтожение всей Байдарской долины. Потому что нереально Байдарской долине выдержать такую нагрузку. Вот даже нас здесь совсем не так уж и много сейчас жителей, но нам не хватает воды. А как представляют себе ситуацию застройщики, просто нереально. А потом интересно, где этот Алибаирский лицей будет набирать преподавателей. Здесь не хватает преподавателей просто в школах. Элементарных преподавателей средней школы. Кто сюда приедет. Местные жители уверены. После постройки Алибаирского лицея и относящейся к нему инфраструктуры, а это общежитие для учащихся, спортивный комплекс с бассейном, театр и школа искусств, а также общественный центр, проблема нехватки воды в Байдарской долине будет ощущаться в разы острее, чем сейчас. К тому же пруд Туристский, вода из которого шла в колодцы жителей, специально сушили почти два года назад для ремонта плотины. Люди предполагают, что такое промедление могло быть связано с планируемой застройкой этой территории. Обращаемся еще раз к губернатору Михаилу Владимировичу, чтобы он разобрался и сохранил нашу уникальную природу и заказник в том виде, в котором он на данный момент существует. Мы же это все понимаем, для чего это затягивается. Сушение озера, ремонт, который длится уже два года. И в то же время мы понимаем, что земли были вокруг озера, эти территории при Украине розданы, а при России был арест на эти земли наложен. Но в итоге мы уже видим, что перевели эти земли, арест снят и переведены земли под застройку, жилищную застройку. Отец мой бульдозеристом чистил эти озера, родники, всегда в самую засушенную жару, засуху. Всегда была вода, везде, и у людей в колодцах, и везде. Если сейчас застроят коттеджи, канализация пойдет в Черную речку. А вот даже возле больницы сейчас пройти невозможно, канализация не работает. А представьте, что здесь будет. Это будет, они дома поставят быстро, а канализацию быстро не сделают. Все стоки попадают на ядроузлы города Севастополя. Как до сих пор севастополец они возмущены? Любая какая-то критическая ситуация, типа каких-нибудь заболеваний, холеры и так далее, то пол Севастополя может получить большие неприятности. Строительство элитного коттеджного поселка под видом Алибаирского лицея не поддерживают и в законодательном собрании Севастополя. В этом году прошло несколько заседаний парламентского комитета по градостроительству и земельным вопросам. Депутаты планируют и дальше отстаивать позицию народа. Я думаю, что в данном вопросе надо обязательно прислушиваться к мнению людей и не рубить с плеча, а вовникнуть во все проблемы, со всех сторон рассмотреть. Наверняка есть определенное мнение у муниципалитета Орлиновского. Наверняка есть определенное мнение у депутатов, которые отвечают за Балаклавский район. Наверняка есть определенная позиция правительства. У жителей Байдарской долины позиция одна – не допустить застройки родной земли. К тому же значительная часть территории находится в водоохранной зоне Чернореченского водохранилища, единственного источника питьевой воды для всего Севастополя. А попытки каким-то образом застроить Байдарскую долину будут сопровождаться не только падением капитализации тех строений, которые у жителей есть в Байдарской долине, потому что это будет означать ухудшение жизни людей, которые живут в Байдарской долине. Это будет означать еще одну угрозу для водоснабжения Севастополя. Депутаты законодательного собрания, в случае, известные мне все на стороне жителей Байдарской долины, потому что вопрос водоснабжения Севастополя, а Байдарская долина – это сейчас водосбора Чернореченского водохранилища, это вопрос просто жизни и смерти. Вячеслав Горелов рассказал, что на основании обращений жителей сел Байдарской долины депутаты направили письма в Севприроднадзор, Департамент по имущественным и земельным отношениям, а также в Департамент архитектуры и градостроительства местного правительства, чтобы при подготовке проекта генерального плана города чиновники обязательно учли точку зрения местных жителей. Председатель профильного парламентского комитета заверил, что первым делом при анализе и утверждении документа в законодательном собрании обратят внимание на функциональное зонирование Байдарской долины.